всем здравия я роман головин приветствую себя на канале хотел бы с вами сегодня поговорить о зелени поговорим насколько она полезна нужно ли всем ее есть что там содержится и так далее большинство людей начинает задуматься зелени когда что-то беспокоит какие-то проблемы со здоровьем или люди переходят на вегетарианское и веганское питание но тем более на сравнение люди которые питаются животной пищи очень редко задумываются про зелень потому что зелень она очень специфическая хотя в принципе и многие мясоеды зеленью едят мясо вернее с мясом зелень едят и таким образом они предпочитают иногда какие-то вкусовые другие качества но на самом деле этого недостаточно сегодня есть люди которые практически не едят зелень и это ну скажем так снаружи вроде бы не отражается на их здоровье на самом деле в зелени есть витамин к который в основном находится в зелени да люди при беременности которые не ели зелень но вот витамин к нужен для строения хрящей и зачастую придет недоразвитие у детей хрящей носик маленький развивается ушки маленькие но то что видно при рождении да когда ребенок рождается потом вырастает так далее то есть зелень она обязательно должна быть в рационе питания каждого человека но ее не нужно постоянно есть да как вот многие веган думают сыроеды что каждый день надо килограмм зелени съедать на самом деле на самом деле да я не спорю что зелень очень полезно листовая зелень дико и зелень до огородная зелень которую мы сами выращиваем в теплицах которые менее полезно разновидности зелени очень-очень много фактически наши предки они ели эту зелень до которая росла в лесах на лугах вокруг дома то есть это еще различные варили супы с этой зеленью варили очень вкусно получалось и сохранились различные старинные рецепты и люди до сих пор многие применяют то есть бесплатно растет не надо ничего покупать но опять же те кто в экологически чистых местах живет рядом с природой они себе это могут позволить на самом деле у нас знания уже утеряны и зелень практически везде можно использовать да там в тесто добавлять начинку делать до для пельменей там каких-то до для вареников также она используется при заквасках различных там супах кашах то есть фактически она везде наши предки и везде использовали сегодня можно разделить например да там дикая зелень который выращиваться искусственно и у себя на огороде там ну экзотическая какая которая привозится естественно первое место это ту которую вы только что с огорода сорвали да то есть вырастили на скажем так на своей земле без лишних нитратов пестицидов добавок каких-то то есть занимались органическим земледнением то есть это предпочтение конечно это польза чем быстрее вы сорвали тем быстрее вы съели тем больше в ней энергии сохраняется витаминов то есть на физическом уровне это витамины ферменты различные кислоты минералы на тонком плане это энергия когда зелень какое-то время лежит там подсыхает замораживается варится естественно процентов 70 80 полезных веществ она теряет то есть надо это понимать много зелени не съешь я например когда переходил на вегетарианство я старался себе на столе всегда ставить поднос то есть приучал себя да хотя всегда ел зелень недостаточное количество все равно на веганстве там люди и на сравнении гораздо больше едят то есть ставил поднос перед собой чтобы я не ел у меня всегда на столе лежала зелье петрушка кампинза укроп листовая зелень да вот где бы я ни жил есть возможность всегда иду в магазин покупаю и естественно ешь там кашу например там раз зелень там есть еще что-то там кто-то мясо есть рыбу там картофель раз опять зелень поклевал там да особенно когда вы один у вас нет жены там например нет семьи лень готовить там нарезали все что вы не едите раз чуть-чуть поклевали на самом деле ее большое количество не нужно конечно когда вы раньше мало фруктов овощей зелени ели конечно организм он обеднен конечно первое время надо больше есть чтобы организм восстановил все помимо того что в зелень есть там витамин пп там витамины группы b витамин с или c да как по-русски говорим витамины е также там встречается различные кислоты которые нужны организм человека одной зеленью питаться нельзя сразу говорю никто не может не фрукторианцы да не сыроеды зелень она лишь дополняет рацион питания человека хитро сыроеды делают они делают зеленые коктейли блендер основа либо вода либо как я совершенствовал какие-то соки основа фрукты по вкусу и нарезайте любимую зелень по сезону там что удалось купить или сорвать или откуда-то привезти то есть листовая зелень либо петрушка укроп кинза опять же вот все что вы можете достать на рынке как бы да никто проверить не может и гарантию не дает но по крайней мере вот сколько я не ел зелень разная я вот пока что ни разу не травился от нее не было каких-то проблем у меня хотя многие рассказывают что сейчас вот укроп например там чуть на лотосе выращивать порошки в домашних условиях я не исключаю ничего потому что видел собственными глазами как некие корейцы китайцы сажают буквально растения она такой маленькая приходит через три дня там уже плод виси тут такой ну то есть реально такие химические добавки туда добавляют что это просто есть нельзя до этого растает красиво вроде бы и так далее на самом деле в этом плоде очень много различных ими от которой можно реально отравиться может быть не сразу но если постоянно есть такие продукты то можно отравиться но опять многие там скажут вот там веганы сыроеды там едят опасные продукты там полны нитратов нитритов там пестицидов всяких там и так далее но вам скажу что молоке и мясе тоже очень их много поэтому здесь уже вопрос как вы сами хотите свою жизнь построить просто скажу что животные продукты вот в основном это все-таки белки и жиры когда различные витамины вот они уже больше содержатся в фруктах овощах и зелень зелень в данном случае да это очень полезная вещь вот либо ее приучать или в салаты класть себя до либо зеленые коктейли хотя бы несколько раз в неделю делать скажу честно что когда находишься длительное время на сырые день это уже из личного опыта то есть такой опыт редко где можно посмотреть то надоедает конечно если каждый день зеленые коктейли там постоянно горечка сырая то естественно уже очень придается и становится тяжело то зелень и обязательно есть каждый день вот тем людям которые длительное время находится на веганстве сыроедение вот раньше мне казалось что все без зелья жить нельзя там если не поем один день то что-то такое должно случиться и так далее вот если проростки какие-то брать да еще есть проростки то есть когда мы проращиваем то там самая-самая польза данном самая польза но опять же как бы да то есть все должно быть правильно сделано выращивается и зеленый гречка проращивается и пшеница проращивается ростки и соки из него дело да это все здорово классно замечательно но всегда ты не человек не сможет это пить и есть потому что это надо жить для этого чтобы это все проращивать заниматься этим но год человек позанимался ну 10 лет потом не всегда есть возможность этим заниматься на самом деле то есть когда дети рождаются там дела какие-то там да не всегда человек успевает тем более когда нету родителей дедушек и бабушек чтобы помочь еще есть такое вещество хлорофилл называется который ну скажем так находится в зелени и и при скажем так сорвание при когда человек делает сок например да то естественно очень быстро теряет свои свойства и считается что очень очень хлорофилл полезен конечно обычный человек он не может все узнать где какие ферменты сохраняются да где какие минералы витамины то есть это надо специально изучать либо слушать постоянно каналы либо читать там да либо записывать конечно допустим многие считают что жизнь она без белка не может да она не может но огромное количество белка не нужно организму человека допустим если зелень взять чемпион там шпинат считается там достаточное количество белка но это не значит что кушая шпинат вы там накачаете огромные мышцы это понятно что нет и используя какие-то зеленые до стебли надо понимать даже вот если взять а морковка например свекла мы привыкли есть корнеплоды но на самом деле самое полезное это сверху то что растет то что отрезается выбрасывается либо животному дается на самом деле вот эта зелень морковка свекла самое полезное то есть ее тоже можно добавлять в салаты там в коктейли и так далее то есть ну кто там тушит и жарит можно тоже это все использовать конечно культуру питания свой надо менять много у нас мифов различных существует по поводу питания здесь надо разделить как бы да многие считают что дикорастущая зелень это самое полезное я не скажу что она самое полезное можно вырастить качественную зелень у себя на огороде применяя органическое земледелие сейчас дабы информацию очень много по поводу этого интернете можете почитать либо книги какие-то выпускаются если я желание то вращать можно выращивать чтобы наверняка вот зелень кладезь витаминов было то есть если научиться правильно это все делать то на самом деле небольшое количество зелени может восстанавливать ваш организм и будут необходимые минералы витамины содержаться в зелени но вот считается что очень полезна темная листовая зелень конечно это все выращивается в парниках в теплицах особенно зимой кто-то скажет там ничего нет на самом деле там есть вот и все равно даже те 30 там 50 процентов витаминах которые содержатся от скажем так тех той зелени которые летом где-то растет на огородах конечно да но зимой же тоже что то есть надо мы же не живем в летней в летней стране где три урожая в год да это все круглый год растет и можно пойти там и купить фактически там в любом магазине поэтому про зелень не забывайте она очень полезна вот очень много интересного не содержится и в проростках и в темной листовой зелени как я уже перечислял и железо там может быть и медь а это и наши кровяные тельца и волосы и кожа много разных компонентов содержится и кальций там тоже может быть но самое главное это вот витамин к кстати витамин f еще может в некоторых содержаться такие редкие витамины витамины b12 по крайней мере предшественных витамина b12 то что нужно для синтеза его это тоже присутствует чего боятся все сыроеды если что-то не хватит и совместно с солнечным загаром это все правильно усваиваться пишите свои комментарии вот удачи и всего доброго увидимся новых видео свидания